Вопрос. После совершения полного омовения и облачения в Ихрам, я нанес на тело крем, обладающий приятным ароматом с намерением нанести благовоние. Что я должен делать? Ответ. Хвала Аллаху. Нанесение благовоний на голову и тело при Ихраме, то есть после совершения полного омовения и до намерения войти в состояние Ихрама, является сунной. Потому что пророк, саллаху алейхи вассалям, умощался благовониями для Ихрама. Передается от Аиши, да будет доволен ею Аллах, что она сказала, я умощала пророка, да благословит его Аллах и приветствует лучшими благовониями, какие только он мог найти, пока не видела, что от этих благовоний его волосы и борода начинали блестеть. Если вы нанесли ароматный крем на тело после полного омовения, но до того, как вознамерились войти в состояние Ихрама и начать паломничество, то вы ничего не обязаны предпринимать, даже если вы уже облачились в Ихрам. Запрещено умощаться благовониями после намерения войти в состояние Ихрама. Однако, если вы совершили это запретное действие, не зная о том, что это запрещено во время Ихрама, или позабыв об этом, то вы также ничего не обязаны возмещать и предпринимать, кроме устранения по мере возможности этого благовония с тела. Шейх Ибн Русеймин, да помилует его Аллах, сказал, если человек совершил запрещенные во время Ихрама действия, позабыв об этом или из-за своего незнания, то он ничего не обязан возмещать. Однако, как только он вспомнит о том, что совершил запретное, или как только он узнает об этом, он обязан устранить запретное. Если же вы нанесли крем после намерения войти в состояние Ихрама и начать паломничество, зная о том, что это действие относится к запрещенным, то на вас лежит обязанность искупить его, фиде. Это искупление вариативное, или принести в жертву овцу, барана, или накормить 60 бедняков каждого половины Исаа продуктов, или поститься в течение трех дней. Всевышний Аллах сказал, не брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания. А если кто из вас болен или из-за головы своей испытывает страдания, то он должен в качестве искупления поститься или раздать милостыню, или принести жертву. Смотрите также в Маджму аль-Фаттава шейха Ибн Русеймина, том 22, страница 110. Что касается умощения благовониями одежд Ихрама, то это запрещено, как до вхождения в состояние Ихрама, так и после. Так как пророк, салаллаху алейхи вассалям, запретил облачаться в одежду Ихрама, которой коснулись благовония. Шейху Ибн Русеймину, да помилует его Аллах, задали вопрос о нанесении благовоний на одежду Ихрама, и он ответил. Это запрещено, так как пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал. Не облачайтесь в одежды, которую коснулся шафран, и которую коснулось желтое дерево. Аллах знает лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...